Сегодня мы познакомимся с новинкой от компании Lenovo, которая сможет на наш взгляд стать потенциальным хитом продаж. Для этого у смартфона есть все предпосылки – неплохой дисплей, емкий аккумулятор и, самое главное, демократичная стоимость. Но обо всем по порядку. Вместе со смартфоном, стандартной для бюджетных аппаратов производителя коробки, покупатель найдет блок питания, микро-юсби кабель и простую гарнитуру. На тестирование попала черная версия Lenovo A5000, в продаже также доступна белая. Несмотря на позиционирование как достаточно бюджетного аппарата, A5000 выглядит несколько дороже своей стоимости и в целом внешний вид можно характеризовать как строгий и по-деловому стильный. Дизайнерских элементов здесь минимум. Единственными деталями, разбавляющими общую строгость и добавляющими нарядности, являются глянцевые грани и декоративная серебристая полоска по торцам. Съемная пластиковая задняя панель получила soft-touch покрытие, за что хочется сказать спасибо, учитывая немалый вес 160 грамм. Задняя панель, помимо неброского логотипа производителя, содержит на себе только отверстие основного динамика и объектив камеры со вспышкой. Интерфейсные разъемы microUSB и mini-jack вынесены на верхнюю грань. Не всегда удобное решение, однако, зависит от ситуации. Из боковых граней занятой осталась только правая, собравшая на себе качельку регулировки громкости и кнопку питания. В руках смартфон ощущается цельным и солидным, габариты вполне типичны для 5-дюймовых моделей. Качество сборки отличное, задняя панель не прогибается и не скрипит. Lenovo A5000 оборудован 5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1280 на 720 точек, что дает показатель четкости в 294 точки на дюйм. Качество цветопередачи можно назвать удовлетворительным. Дисплей обладает не худшей контрастностью, а вот что стоит отметить, так это максимальную яркость, значение которой достигло по результатам измерения 361 кд на метр квадратный. Минимальный уровень равняется 15 кд на метр квадратный, что означает для пользователя достаточно широкие пределы регулировки и возможность подобрать яркость практически для любых условий. При прямом солнечном свете дисплей ожидаемо слепнет, однако информация остается читабельной. Углы обзора достаточно широкие, особенно с учетом заметной прослойки воздуха. Учитывая позиционирование, смартфон ожидаемо оснащен весьма посредственной начинкой. Процессор Mediatek MTK6582 нельзя назвать ни производительным, ни современным, однако со своей ролью он вполне справляется. Еще одним не самым современным моментом является 1 гигабайт оперативной памяти, после загрузки пользователю остается доступным порядка 400 мегабайт. В целом система достаточно отзывчива, интерфейс работает плавно, а вот что однозначно не удается процессору в сочетании с видеоядром Mali 400 MP, так это тяжелые игры. Lenovo A5000 работает под управлением Android 4.4.2 с фирменной оболочкой, обладающей неплохим дизайном и возможностью смены темы. Внешний вид оболочки полностью аналогичен таковому в аппаратах Lenovo за последний год. Кстати, производитель обещает обновление до Android Lollipop. С телефонными функциями Lenovo A5000 справляется неплохо, качество связи нареканий не вызвало, качество передачи речи также находится на застойном уровне. Громкости в очень шумных условиях может не хватить, но во всех остальных случаях проблем не возникнет. Наиболее интересным моментом оснащения является аккумулятор емкостью 4000 мАч, что в сочетании с энергоэффективной платформой дает очень неплохие показатели автономности. Результаты бенчмарков и опыт эксплуатации в повседневной жизни приятно удивили. Смартфон спокойно живет двое суток в режиме интенсивной эксплуатации, за исключением тяжелых игр и регулярно включенной максимальной яркости. И к вечеру второго дня у вас вполне может остаться еще около 20% заряда. Еще одной интересной функцией является возможность быстрой зарядки, благодаря которой за 15 минут вы можете получить примерно 9% заряда аккумулятора, чего пользователю может хватить на несколько часов браузинга или звонков. Фотографические возможности смартфона находятся на достаточном для данной ценовой категории уровне. Основная 8-мегапиксельная камера оснащена автофокусом и способна делать неплохие снимки, только при очень хорошем освещении. При его отсутствии контуры смазываются и пропадают детали. Светодиодная вспышка здесь скорее для выполнения роли фонарика. Фронтальный 2-мегапиксельный сенсор лишен автофокуса, да и качество в целом нельзя назвать хорошим. Это стоит иметь в виду любителям видеосвязи и селфи. Максимальное разрешение видео составляет 1280 на 720, его качество также находится на достаточном уровне. В итоге Lenovo A5000 получился неплохим смартфоном при своей стоимости. В нем нет откровенных недостатков, но и специально отметить что-либо вряд ли получится. Конечно, можно вспомнить про весьма емкий аккумулятор и отличную автономность, но за это вы заплатите габаритами и массой, а также не самой производительной платформой. На стороне A5000 демократичная стоимость и в целом неплохое исполнение. Смартфон не выглядит дешево и не ощущается таковым в руке. Новинка вполне может стать очередным народным смартфоном, а с учетом возможности обновления до актуальной версии S, не исключено, что жизненный цикл A5000 окажется не меньше, чем у легендарного Lenovo P780. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова